Друзья, теперь каждый из вас может задать мне вопрос через сайт независимого телевидения Севастополя. Заходите на ntsdefis.tv.com, находите там на главной странице баннер с названием программы, Вассерман отвечает, нажимаете, можете записать вопрос на видео, разместить его на любом удобном вас месте интернета и дать вот по тому, что откроется на баннере, ссылку на это видео, ну а можете, наверное, и непосредственно текст ввести руками, это уж как кому удобнее. Ответ на вопрос попадет в эфир независимого телевидения Севастополя так скоро, как мне удастся это сделать. Ну, как правило, проходит неделя, в худшем случае, две. Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, какие конспирологические теории сбылись и почему? Или не сбылись и тоже почему? Спасибо. Ну, конспирологических теорий такое изобилие, что просто невозможно перечислить, какие предположения сбылись, какие нет. Ну, сразу же скажу, что некоторые основания под конспирологическими теориями бывают, потому что всегда есть люди, заинтересованные в каких-то конкретных действиях или бездействиях, и многие из этих людей действительно располагают возможностью организовать такое действие или бездействие. Многие, но далеко не все. Так что возможность есть, и вообще, как говорится, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Но главная проблема конспирологических теорий в том, что они предполагают существование чего-то такого, что практически невозможно выявить. Поэтому можно предположить все, что угодно, и понятно, что невозможно ни доказать, ни опровергнуть такие теории. А если какое-то событие произошло, то под него можно подверстать многие теории. И так же, как средневековый монах и философ Уильям из городка Оккам учил, что не следует умножать сущности без необходимости, то есть не надо придумывать сложные объяснения там, где работают простые. Применительно к политике это правило звучит. Не надо объяснять злым умыслом то, что вполне объяснимо обычной глупостью. Анатолий Александрович, у меня в руках новодел, и у меня такой вопрос. Как называется этот инструмент? В какой стране его придумали? И сколько стрийных инструментов дошло до нашего времени? Ну, сразу же скажу, я понятия не имею, сколько укулеле дошло до нашего времени. А поскольку укулеле называют еще и гавайской гитарой, то понятно, что придумали этот инструмент на Гавайях. Причем, насколько я знаю, в те времена, когда Гавайи были еще независимым королевством, а не колонией Соединенных Государств Америки. Ну, правда, сейчас это уже не колония. Немногим более полувека назад Аляску и Гавайи объявили полноценными государствами в составе Союза. Ну, у нас термин «state» принято применительно к Соединенным Государствам Америки не переводить, но, по сути, это именно государство. Но, во всяком случае, этот инструмент придуман еще в XIX веке. А сколько их дошло до нас, не знаю. Когда-то, вот когда Гавайи были еще независимы, очень многие моряки из разных стран, заходя туда, покупали эти инструменты, но условия морской службы не способствуют сохранности таких инструментов. Анатолий, подскажите, пожалуйста, вот моему уму непостижимо, как человечество могло придумать такую машину, которая едет по полю, срывает колоски и потом внутри себя отделяет маленькие зернышки от больших палочек и веточек? Ну, как смогло придумать? Постепенно. То есть, сперва, где-то еще в дописьменный период человечество понемногу освоило выращивание разных злаков и их уборку. Потом, где-то уже, по-моему, в веке, в XVII начались попытки механически воспроизвести движение людей, убирающих созревшие злаки и отделяющих урожай от колосьев при помощи цепа, цепа, ну это привязанные к длинной палке, дубинка, этой дубинкой бьют по основаниям колосьев, выложенных предварительно на землю, и от сотрясений зерна из них вываливаются. Вот все это сперва попытались механизировать, так сказать, близко к оригиналу, а потом постепенно, потихоньку, полегоньку упрощали движение и таким образом получили устройство, которое может приводиться в движение более-менее обычным двигателем. То есть это не один какой-то скачок, это несколько сот мелких шагов, каждый из которых немного улучшает положение. И большая часть изобретений делается именно так, не какое-то единовременное гениальное открытие, а множество мелких усовершенствований и новые идеи, появляющиеся в процессе этих усовершенствований. Я хотел бы вам сказать, что я в последнее время чувствую, что мои мозги засоряются, слишком много информации сыпется со всех сторон, с интернета, от людей, все оно бессвязано. И как перебороть клиповое сознание и не дать засорить свой мозг? Ответьте мне, пожалуйста. Ну, чтобы бороться с клиповым сознанием, надо сформировать у себя целостную картину мира. Это прежде всего представление о том, что все наблюдаемое нами разнообразие явлений и процессов – это следствие небольшого числа закономерностей, поддающихся постижению. Ну, а дальше уже изучение и постижение этих самых закономерностей. Долго говорить не буду, потому что на тему целостной картины мира у меня есть уже много публикаций. Поищите, там даже есть конкретный рецепт, какие книги надо прочесть и обдумать, чтобы сформировать хотя бы в общих чертах эту самую картину. А когда она есть, каждый новый факт, когда вы узнаете, ложится в нее как в пазл, дополняет ее, совершенствует. Ну, а если какой-то факт в картину не ложится, значит, либо факт неверный, либо в самой картине что-то не в порядке, и надо с ней разбираться. Ну, об этом я опять же писал. Только когда будете гуглить, имейте в виду, что я довольно часто говорю, не целостная картина мира, а цельная картина мира. Соответственно, гуглите оба варианта. Какое, на ваш взгляд, будущее российской науки? Есть ли оно вообще? Будущее у российской науки, несомненно, есть, но оно напрямую связано с будущим российского хозяйства в целом. Наука развивается, опираясь на два источника вопросов. Первый, ее собственная внутренняя логика, когда решение одной задачи открывает возможные подходы к решению десятков других. И второй, это конкретные запросы практики. К сожалению, в лихие 90-е у нас порушена большая часть высокотехнологичных производств, а это главный источник вопросов для науки. У нас практически полностью уничтожена так называемая прикладная наука, то есть система перевода вопросов практики на язык науки и ответов науки на язык практики. Сейчас практика у нас понемногу реанимируется. Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Запад очень уж явно показал, что мы ему живьем не нужны. И можно надеяться, что возродится соответственно и прикладная наука, а вслед за ней и фундаментальная обретет новый смысл. Так что перспективы нашей науки так же хороши или так же плохи, как перспективы страны в целом. Здравствуйте, Анатолий! У меня к вам такой вопрос. Что же нужно мужчинам от женщин? Какой основной секрет? Женщины всегда могут надеяться найти мужчин, спрашивающих именно то, на что женщины могут ответить. Как остаться самим собой под влиянием современного общества? Современное общество очень разнообразно. И это значит, что любой из нас может, оставаясь самим собой, найти в современном обществе место, где он окажется востребован. Более того, когда человек меняется, он, как правило, может найти новое место, где оказывается востребован. Вот мне в жизни пришлось дважды полностью сменить род деятельности, и каждый раз я находил, где моя новая деятельность востребована. Так что следите за разнообразием общества. И это, кстати, поможет вам не подстраиваться под него, потому что вы увидите, что какой бы вы ни были, а такие, как вы, где-нибудь обязательно востребованы. Что первое появилось? Яйцо или курица? Первые присмыкающиеся начали откладывать яйца еще за несколько десятков миллионов лет до того, как один из отрядов присмыкающихся, так называемые ящеротазовые, начал меняться в том направлении, из которого впоследствии, помимо всего прочего, появились птицы. Кстати, забавно, что птицы – потомки именно ящеротазовых, а не птицетазовых, присмыкающихся. Оказалось, что легче, грубо говоря, отрастить перья и научиться летать, имея другую форму таза, а уже потом таз подстроился под новые условия. Во всяком случае, понятно, что яйца появились на целые биологические эпохи раньше, чем курицы. Мне бы хотелось задать вопрос касательно сознания животных. Насколько, допустим, может быть, если хорошенько изучить сознание животных, и насколько оно может быть близко к сознанию людей? Хотелось бы узнать, как еще устроена психика животных. Насколько они, допустим, могли бы быть близки по эмоциям к людям и, допустим, по той же мыслительной деятельности? Сравнение психики человека с остальными животными – это замечательный пример того, что в диалектике называется переход количества в качество. Ну, к сожалению, сейчас у нас диалектика не в моде, поскольку значительно, если не основной вклад в это направление философии внесли Маркс и Энгельс, а их нынче велено считать то ли путаниками, то ли вовсе не бывшими. Тем не менее, независимо от нынешней моды диалектика – это очень давнее, уважаемое, серьезное направление философии, а Маркс и Энгельс, несомненно, велики и в большей части своих размышлений правильные мыслители. Так вот, в диалектике особо отмечено, что любые количественные изменения рано или поздно переходят в качественные. Например, если нагреваете лед, то рано или поздно достигнете температуры, при которой он растает, а если дальше будете нагревать образовавшуюся воду, то рано или поздно давление пара в ней превысит окружающее атмосферное давление, и она начнет не просто испаряться, а кипеть. То есть пузырьки пара, образующиеся в толще воды, будут ее разбрасывать во все стороны и так далее. Так вот, что касается мышления, то в принципе, конечно, механизмы мышления, механизмы взаимодействия нейронов, механизмы ощущения и осознания окружающей действительности на базе этих взаимодействий, механизмы построения мысленных моделей на базе этих ощущений, они в принципе примерно одни и те же. У всех достаточно развитых животных, но у человека, благодаря изобилию таких вот мысленных моделей, они начинают взаимодействовать между собой, позволяя строить все более сложные модели, уже не напрямую зависящие от окружающей действительности, а описывающие ее сильно обобщенно, такие модели мы называем теориями. И таким образом человеческое мышление позволяет лучше понимать всю окружающую действительность как единое целое. Конечно, животные тоже способны осознавать очень многое, посмотрите, скажем, на своего пса или кота, и вы убедитесь, что он ведет себя вполне осмысленно, и очевидно, его мысленные модели позволяют очень многое прогнозировать в окружающей действительности, но у нас эта способность развита намного больше. Кроме того, человек – общественное животное. Каждый из нас живет в обществе, взаимодействует с обществом, и благодаря этому взаимодействию может создавать для других и получать от других гораздо больше, чем мог бы произвести и потребить в одиночку. В принципе, есть и другие стадные животные, от пчел и муравьев до волков и тигров. Но человеческое общество намного обширнее и, главное, намного разнообразнее, чем муравейник или, допустим, львиный прайд. Соответственно, у нас больше зависит от общества, и получается, что общество – это как бы надстройка над людьми, и взаимодействие с обществом бывает даже сложнее, чем с окружающей природой, и это дает нам дополнительные возможности мышления и развития. То есть, единые механизмы мышления, употребленные, так сказать, в разных количествах, приводят к качественно разным результатам. Поэтому, кстати, нам намного легче судить о мышлении тех же волков и львов, чем волкам и львам о нашем мышлении. Скажите, пожалуйста, когда наше государство уйдет от принципа, что образование – это услуга? Ведь всем известно, что образование – это необходимость взращивания культурного достойного человека, а не предоставления услуги. Государство уйдет от этого принципа тогда же, когда экономический блок правительства Российской Федерации уйдет вообще от теорий, построенных на представлении о благотворности неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. Эти теории сейчас принято называть либеральными, хотя исходный либерализм – это поиск тех форм и направлений проявления свободы личности, что совместимы с обществом и, по возможности, полезны для общества. Так вот, нынешние теории, именуемые либеральными, по сути, построены в интересах торговцев и поэтому сильно ущемляют интересы производственников. А ведь образование и, кстати, здравоохранение – это вовсе не услуги, это то, что в советское время называли группа А – производство средств производства. Ведь самое дефицитное средство производства – именно человек. Все остальное гораздо легче добыть или создать, чем людей. Ну а если подходить к здравоохранению и образованию с производственной точки зрения, то сразу станет очевидно, что практически все реформы последних десятилетий идут против основной цели этих общественных структур. Ну, почему говорю почти все? Потому что есть, конечно, и разумные преобразования, связанные с теми или иными усовершенствованиями общества в целом. Например, есть методы образования, опирающиеся на компьютеры, есть технологии не просто ускоренной доставки людей в лечебные учреждения, а еще и лечение буквально на ходу. Вот на днях, например, по телевизору показывали машины для искусственного сердцебиения в вертолете, чтобы не отвлекать члена бригады, которая в вертолете, естественно, невелика, от других видов лечебной помощи и так далее. Но большая часть так называемых реформ здравоохранения и образования, несомненно, разрушительные. И, кстати, с производственной точки зрения вполне очевидно, что достойный человек – это, помимо всего прочего, человек, умеющий строить взаимоотношения с, так сказать, партнерами по технологической цепочке, так, чтобы вся эта цепочка работала эффективнее. Что образованный человек – это прежде всего человек, который умеет доучиваться самостоятельно, потому что наша деятельность непрерывно меняется в силу общего развития общества в целом. И, естественно, надо постоянно разбираться в том, что именно изменилось и как действовать в изменившихся условиях. Ну, а когда экономический блок правительства откажется от этой теории, трудно сказать, но вот сейчас как раз весь мир, в том числе и Российская Федерация, вынужденно меняется в направлении слома глобальной системы хозяйствования, построенной на основе этой теории, именно потому, что ее несостоятельность уже более чем очевидна. И поэтому можно надеяться, что популярность этой теории доживает последние годы. Скажите, пожалуйста, может ли успешный композитор быть посредственным исполнителем на музыкальном инструменте? Да, конечно, может. Хотя бы потому, что исполнение на музыкальных инструментах – это самостоятельная работа, требующая не только навыка, так сказать, воспроизведения музыки в уме, но и чисто механических навыков. Например, с моими постоянно дрожащими пальцами я мог бы быть хорошим исполнителем лишь на очень немногих инструментах. Кроме того, чтобы быть хорошим исполнителем, надо постоянно тренировать эти навыки в какой-то мере даже в ущерб чисто музыкальным занятиям. Тем не менее, быть исполнителем хотя бы посредственным. композитору полезно, потому что ему важно не только слышать музыку внутри себя, но и проверять, как она звучит за пределами черепной коробки. Поэтому практически все композиторы – это еще и исполнители, пусть и посредственные. Ну, и даже не очень важно, на каком инструменте – на гитаре или на фортепиано, хотя, конечно, о качестве композиторского исполнения ходят анекдоты, вроде, например, концерт для общего фортепиано с оркестром, когда оркестр играет, скажем, первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, а солист на фортепиано одним пальцем выступает чижик-пыжик. Тем не менее, есть среди композиторов и, несомненно, великие исполнители. Ну, если говорить о том же фортепиано, то, скажем, Лист или Рахманинов, но большая часть композиторов, исполнителей, далеко не великие. Так что, по-видимому, какое-то исполнение нужно, но не обязательно блестящее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова